Варвара Байшева Экономист, кандидат экономических наук Участница проектов Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Направление работ по темам Социально-экономическая безопасность регионов Восточной Арктики Определение стратегических направлений И прогнозирование социально-экономического развития северных регионов Сфера научных интересов Региональная экономика, финансы, сельскохозяйственная кооперация Здравствуйте, меня зовут Варвара Байшева И мы сегодня с вами будем обсуждать тему Влияние личных и коллективных убеждений на социально-экономическое развитие региона Всегда комфортнее жить в той стране, в которой... Что? Какие должны быть критерии для того, чтобы жить нормально, работать в этой стране? В первую очередь нужно, чтобы у человека была безопасность, правильно? Да То есть это обеспечение личной безопасности, да? Возможность жить и работать, соответственно, получать образование Чтобы ваши дети получали образование, чтобы была доступна медицина Экология, важная экология, должна быть нормальная налоговая политика И развитая инфраструктура И если ранее экономисты, ученые всегда рассматривали вот эти показатели Не сначала, вот с потребности человека, да? А с макро-показателей, да? Та страна, которая производит наибольший воловой национальный доход Это крутая страна, то есть это развитая страна, правильно? То есть Соединенные Штаты Америки, у которых высокий воловой национальный доход Это считалась очень развитая страна Но при этом, каким образом стоят там вопросы экологии Каким образом там стоят вопросы именно обеспечения человека Его базовыми потребностями Это, ну скажем так, не стояло, да? Во главе угла Вот, и соответственно, многие международные организации Которые проводят исследования Они ранжировали страны именно по таким макроэкономическим показателям И только во вторую очередь рассматривали социальное развитие страны Что такое страна? Страна – это каждый человек, да? Который формирует какое-то сообщество У каждого человека есть своя семья Есть свои родные, близкие Есть свой коллектив, в котором он работает Есть вот регион, допустим, наша Якутия Ну и, соответственно, 85 регионов формируют нашу страну Ну и, соответственно, все мировое хозяйство Она состоит из таких же стран, как и Россия И в итоге получается то так, что потребность каждого человека Да, вот Васи, Маши, Тани, да? Оно является, лежит в основе уровня развитости страны Для того, чтобы определять, развита ли эта страна Необходимо все-таки, чтобы было удобно, комфортно жить и работать его гражданам И, допустим, Международный валютный фонд Он группирует страны по какому признаку? Ранжируется на страны с развитой экономикой Это в большей степени вся Европа Соединенные Штаты, Австралия и так далее Страны с переходной экономикой, к которой мы до сих пор относимся И развивающиеся страны То есть это рейтинги по макроэкономическим показателям Но с конца XX века экономисты начали обращать внимание на социальные показатели То есть вот как раз то, каким образом та или иная страна Обеспечивает потребности каждого своего гражданина И в стратегии развития многих стран на сегодняшний день Эти показатели, они также встали во главу угла На сегодняшний день существуют рейтинги социального развития Социального развития стран мира И по данному рейтингу получается так, что Исходя опять же из обеспечения основных потребностей человека Из основ благополучия и возможностей развития человека На первом месте по социальному индексу По индексу социального развития стоит страна Дания И в этой стране счастье человека возведено в государственную концепцию Власти очень озабочены тем, чтобы каждый гражданин в этой стране чувствовал себя комфортно Дания там стала первой не сразу В 2015 году первой по уровню счастья была Норвегия А Россия была 71-й То есть по уровню счастья, опять же, это не просто опросы Это более 50 показателей, которые сведены в определенные группы по исследованию И выводится вот такой вот рейтинг Казахстан был на 83-м месте Но в 2017 году картина несколько изменилась И Россия перешла уже на 67-ю позицию С 71-го, да, на 4 пункта поднялась А Казахстан с 83-го на 74-й То есть там идет более, да, динамика больше, да С чем это связано, почему Россия и почему Казахстан И где находятся Соединенные Штаты, да Хотя по воловому внутреннему продукту они в лидерах, да По уровню социального развития они находятся стабильно на 16-м месте Вопросы экологии, вопросы развития человека Они все, эти показатели ранжируются И, соответственно, в итоге Соединенные Штаты перешли на 16-е место Белоруссия стандартно находится на 66-м, 65-м месте Да, если даже взять просто по ощущениям обычного туриста Да, то действительно в реальности, наверное, это так Страны-лидеры по социальному развитию Это Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швейцария, Канада, Нидерланды Если даже взять вот одну хотя бы Данию, да Можно ли сказать, что в Дании очень хорошие климатические условия На самом деле не очень, да Это не самая, скажем так, жаркая или комфортная в этом плане страна Но, тем не менее, граждане Дании, они вот очень даже удовлетворены Своим уровнем жизни в этой стране Что же обеспечивает, что влияет на то, чтобы та или иная страна Оказала социально развита больше или меньше Разного рода исследования, да, проводились И по сегодняшним моим, скажем так, ощущениям, да Все-таки на развитие того или иного общества Влияет в большей степени не инфраструктура Влияют в большей степени не нефтяные доходы, да А влияют ментальные особенности той или иной страны, того или иного сообщества В первую очередь это индекс дистанции власти То есть как население, люди относятся к власти Если вспомнить Россию начала 2000-х, конца 90-х То власть это были мигалки Это была очень большая дистанция от населения Это были небожители Народ воспринимал это так Сегодня все-таки более демократичный подход С Путиным можно поздороваться С главой региона можно поговорить В тех же социальных сетях и так далее То есть власть приближается к населению Но тем не менее по итогам исследования у России очень высокий индекс дистанции власти 95 В этом случае получается так, что страна все-таки тяготеет к авторитарному руководству И в этом случае получается, что люди, предприниматели не хотят брать на себя большую ответственность Население, общество не готово принимать на себя ответственность Они готовы перекладывать это на руководителя И в этом случае предпринимательская активность, как правило, бывает более низкая И какие бы программы не проводились государственные Какие бы гранты не разыгрывались Какие бы меры поддержки не придумывались Если у людей есть вот такая вот дистанция власти И они не готовы сами предпринимать усилия В этом случае эффект будет ниже Далее, есть такой показатель индивидуализм Обратный к дистанции власти В тех странах, где высокий индивидуализм Там люди более предприимчивые Вот этот индивидуализм у нас низкий Всего 39 из 100 Действительно, это мы идем к пониманию менталитета нашего народа У нас больше коллективный дух Ваши родители, ваши бабушки, дедушки, люди Советского Союза Вы уже нет, вы уже россияне в чистом виде В те времена действительно коллективный дух, дух коллективизма Он был гораздо выше И, соответственно, индивидуализм Те проросские предпринимательства, которые проявлялись в людях Они очень четко пресекались Это наследие у нас, конечно, пока остается Но будем рассчитывать, что новое поколение У него уже будет более высокий индекс индивидуализма И, соответственно, это позволит повысить предпринимательские инициативы Есть такое понятие маскулинность Это мужской дух В экономике он очень важен В Японии, например, очень высокий индекс показателей маскулинности И это очень четко повышает здоровую конкуренцию И в этом случае получается так, что экономика более интенсивно, динамично развивается Где есть хорошая здоровая конкуренция А у нас, наоборот, феминность выше То есть женский дух Но, как оказалось, у той же Швеции показатель маскулинности всего 5 баллов Но, тем не менее, это очень сильно развитая прогрессивная страна Есть такой, на мой взгляд, один из очень важных показателей Это индекс избегания неопределенности Я, например, когда в молодости, это были 90-е годы Очень много видела того, как люди не могли понять Наши родители не могли понять и принять, что происходит Каким образом наработанные ими 30-40 лет стажа И та стабильность, куда они ушли И что дальше случилось Естественно, это очень серьезно сказывается на здоровье населения И сказывается как раз на психологическом состоянии У людей появляется определенный страх Страх изменений И вот этот страх изменений на сегодняшний день Является очень серьезным тормозом для того, чтобы развивать какие-то новые направления Опять же, делать предпринимательские усилия Показатель есть прагматизм Показатель прагматизма или ориентации на будущее Ориентация на будущее – это долгосрочная перспектива На которую нацеливается каждый гражданин страны И с этим на самом деле в России все не так уж и плохо У нас этот показатель хороший Но критерием того, что падает именно вот этот показатель Является закредитованность населения Когда люди начинают брать слишком много кредитов И начинают входить вот в эту яму кредитовую Это скорее всего связано с тем, что действительно У них ориентация на будущее снижена Они живут сегодняшним днем И не смогут оценить свои перспективы на будущее И обратный тому показатель – это потворство желаниям Вначале, когда я изучала этот вопрос Показатель потворства желаниям А, эгоисты, да? У меня было такое восприятие Но как оказалось, в тех странах, где население готово выполнять свои желания Они четко знают, что они хотят Если бы в России этот показатель был более высоким Тогда был бы низок уровень неправильно выбранных профессий У каждого народа есть определенные ментальные особенности Культурные особенности, которые так или иначе влияют на развитие страны Наша страна, она очень многонациональная 85 регионов Среди них есть национальные республики Даже в нашей республике проживает 123 или 126 представителей разных национальностей И это уже говорит о многом И, соответственно, получается, что наш культурный пласт Религиозный, вообще российское общество, оно очень многообразно И даже внутри одной стороны, вот эти ментальные особенности, они также влияют на развитие У молодежи вот этих убеждений нет Вы люди, которые родились либо в конце 90-х и в детстве вот этого не приняли У вас нет такого отрицательного опыта И, соответственно, у вас нет вот этих убеждений И сегодня наблюдается такое, что вот между вот этими двумя поколениями Разница является именно разница убеждений Если у человека такое убеждение, что действительно он может обанкротиться Опозориться, потерять свои деньги Не сможет обеспечивать свою потом семью Имеются такие страхи Есть глубинное убеждение, что деньги – это зло Что прадедушку расстреляли, потому что он был богатый Что день твой последний настанет буржуй Капиталистам быть плохо Если я стану богатым, то останусь в одиночестве Если я стану богатым, то я потеряю свое здоровье, свою семью, свои отношения Если имеются такие убеждения, то человеку очень сложно заниматься бизнесом Если мы будем рассчитывать только на молодое поколение И будем сидеть сложа лапки в своем регионе То, наверное, тоже не очень хорошо Потому что чем активнее развивается бизнес, он же друг на друга накручивает Это не просто так, что сидят айтишники и программируют и выходят на международный рынок Это необходимо, чтобы во всем обществе началось вот это движение И получается так, что вот этот вопрос убеждений – это же на самом деле область психологии И на сегодняшний день, оказывается, есть новые технологии, которые позволяют Вот эти глубинные убеждения трансформировать То есть каждый человек, поработав с собой, он может эти свои глубинные убеждения трансформировать, убрать Вот это то, что касается предпринимательства, развития предпринимательства Теперь вернемся к показателю счастья Вот, допустим, у нас есть бесплатное образование У нас есть бесплатная медицина У нас есть поддержка предпринимательства Но народ недоволен Есть такое понятие – сознание бедного человека и сознание богатого человека Человек, у которого сознание бедного человека, он будет недоволен всегда Это человек, у которого низкая самооценка Это человек, который не способен к дальнейшему развитию Для того, чтобы начинать развиваться, необходимо же выйти из своей скорлупы Выйти из своей зоны комфорта и начинать что-то делать Если превалируют ощущения депрессии, если превалируют ощущения того, что все несправедливо Что жизнь проходит мимо меня То в этом случае человеку очень сложно выбраться из своей скорлупы и начинать что-то делать Вы, как люди молодые, можете любые признаки сознания бедного человека в себе искоренять И культивировать в себе сознание богатого человека Сознание богатого человека – это сознание не наследного принца Это сознание человека, который способен развиваться Это полезные навыки, которые вы можете в себе развить Вы же сами занимаетесь своей жизнью И, соответственно, вы можете культивировать в себе способности к систематическому занятию спортом К саморазвитию, обязательное чтение той или иной литературы Посвящение тех или иных тренингов и так далее Для того, чтобы к моменту, когда вы будете готовы начать бизнес Вы были, насколько возможно, готовыми Более готовыми, конкурентными Состояние стресса Что такое состояние стресса и каким образом оно влияет в целом на общество Когда человек ловит только негативное И у него появляется ощущение опасности У человека мозг устроен таким образом Что в первую очередь он определяет, опасно это или не опасно И когда у нас со всех сторон идут негативные новости У человека появляется ощущение опасности Правильно? Срабатывает рептильный мозг И в этом случае что происходит? Он начинает культивировать негативные эмоции Правильно? Продуцировать негативные эмоции Продуцировать негативные эмоции Эмоции страха, эмоции тревоги У него повышается фоновый стресс Что такое стресс? Какие гормоны вырабатываются при стрессе? Насколько важен или опасен стресс? Какой стресс важен? Полезен, а какой стресс опасен? Кратковременный стресс Человек мобилизуется и становится способным решать Те задачи, которые он в обычной жизни не решал Например, быстро убежать от тигра сможет? Сможет Кратковременный стресс Но потом он, естественно, придет в себя Но если рядом с клеткой тигра он с ним живет То этот стресс будет очень длительный И тогда те гормоны, которые вырабатываются при длительном стрессе Начинают человека разъедать То есть длительный стресс для человека опасен Длительный стресс – это общее понимание Когда в обществе уровень стресса повышен Исследователи считают, что за последнее время В Соединенных Штатах уровень стресса повысился на 30% Нам это как бы ни о чем не говорить Но тем не менее Если идет повышение стресса у всего общества То, соответственно, негативные эмоции Они начинают превалировать Если превалируют негативные эмоции Соответственно, происходят что? Негативные события Ведь что происходит, как оказывается Нам кажется, что к нам идут какие-то события И мы их просто воспринимаем И виновником этого события Мы считаем тех людей, которые их инициировали Правильно? Если происходит ДТП И вы стоите на перекрестке Это те люди виноваты, которые сделали этот ДТП Тот водитель, который выехал И второй, который столкнулся Но есть, оказывается, совсем другая концепция Вот эти наши внутренние убеждения Вот эти наши стрессы Это все сфера подсознания Которая влияет на реальность Все, что внутри, выливается наружу И в итоге получается так Что люди, в которых превалируют отрицательные эмоции Они формируют отрицательные события Получается замкнутый круг С одной стороны мы воспринимаем отрицательную информацию Мы на него реагируем И начинаем продуцировать такое же отрицательное событие И поэтому негатив растет И это очень четко влияет на сообщество Это влияет на сообщество Не только на социальное развитие На здоровье населения На продолжительность жизни Это влияет в том числе и на экономику И здорово, что на сегодняшний день Исследователи, ученые, экономисты Даже практики Они стали обращать на это очень большое внимание И формируя команду в своем бизнесе Вот это тоже, да, вот как вам совет на будущее Берите позитивных людей Берите позитивных людей Потому что они не будут продуцировать Они меньше будут продуцировать негатива Если в вашей команде есть один пессимист Он же портит настроение всем Оказывается, он не только портит настроение Он начинает сеять негативные эмоции В результате много людей, зараженные негативными эмоциями Начнут формировать негативные события И бизнес-проект не прокатит Концепция, которая сегодня есть во многих технологиях По саморегуляции, она гласит следующим образом Все, что происходит в нашей реальности Это результат наших подсознательных желаний То есть получается так, что каждый человек Своими подсознательными желаниями Формирует сначала свою реальность А реальность каждого человека формирует реальность сообщества И реальность вот этого сообщества Это уже есть реальность всей страны Интересная же концепция Все перевернуто от одного человека Зависит благополучие целой страны На этом мы подытожим и перейдем, наверное, к вопросам Мы не разу отрагивали тему индекса счастья И мы говорили, что он измеряется Как в образовании, в медицине Но многие люди, в том числе и я, считают Что этот индекс неизмерим И как вы можете прокомментировать данную ситуацию? На самом деле измерить можно все Есть показатели, которые идут статистически Имеются, ведутся очень много опросов Понятно, что индекс счастья Это не один показатель Не просто ощущение счастья того или иного человека Это показатель комплексный Который включает в себе все те моменты Которые я до этого говорила И плюс ко всему, конечно, еще и опросы Почему в той же Дании Индекс счастья такой высокий? Потому что у них есть такая концепция Называется Хюгге Это концепция, которая культивирует Очень близкие, уютные отношения между людьми И при этом они Естественно, эта концепция Она имеет определенные свои какие-то рамки Но суть заключается в том, что Датчане, они уделяют очень большое внимание тому Чтобы чувствовать себя счастливым И это возведено в ранг государственной концепции И они, по большому счету, либо каждый день Либо хотя бы раз в неделю Очень в уютной обстановке Общаются со своими близкими, родными Со своими семьями Это такая культура И она тоже измерима Она измерима тем, насколько Вот эти Хюгге-мероприятия Хюгге-объекты пользуются успехом У датчан, у туристов Идет очень большой наплыв туристов Именно к этой культуре К культуре счастья И, естественно, оно распространяется У якутовши тоже есть какие-то элементы Хюгге Если мы сидим у камелька Смотрим на огонь Общаемся со своими родными и близкими Это же тоже дает ощущение близости И в этом ощущении Невзирая на природно-климатические условия Тоже можно быть очень счастливым человеком Возможно ли масштабная психологическая помощь населению Для изменения их ограничивающих убеждений? Да, действительно такой вот очень интересный вопрос Потому что у нас целое поколение Не одно поколение людей Которых мы понимаем, что у них есть ограничивающие убеждения Для того, чтобы хорошо адаптироваться в сегодняшней жизни Стать конкурентными Технологии существуют Технологии существуют И они сегодня идут в массы Есть методики саморегуляции Они идут не как психотерапевтическая помощь Или психологическая помощь Это именно саморегуляция Каждый здоровый человек Может воспользоваться этой методикой Этими технологиями Для того, чтобы решать свои проблемы На сегодняшний день Допустим, одной из таких методик Заинтересовался и курирует сам Майкл Нобель Нобелевский фонд продвигает вот эту методику Это очень интересное направление Просто воля каждого человека этим заняться Оказать на всех Вот вы все Те, кому за 40 лет подходите Мы вам будем делать такие курсы Естественно, так невозможно Но любой здравомыслящий человек Который хочет саморазвиваться Он это сегодня способен делать Вот 10 лет назад такой возможности не было Сегодня она существует Страны Азии Вот Корея У них сейчас как бы война идет То прекращается, то опять возобновляется Япония, да? Япония у них Кто только не обижал Японию, да? Но где они сейчас, да? И Китай Какие у них убеждения Для вот именно экономического прорыва могут быть У них же экономический прорыв Они же у нас развитые Вообще вот азиатский прорыв, да? Вот этих стран Интересует очень многих исследователей И рассматривает в основном, опять же, внешние показатели, да? Что было сделано в Сингапуре Какие мероприятия проводились в Южной Корее И каким образом они сделали экономику, да? Но самое интересное, что я обнаружила Опять же, с точки зрения менталитета, да? В этих странах превалирующим является Превалирующая религия и вера Это буддизм, да? Немножко копнув в буддизм Я обнаружила, что там нет понятия греха То есть человек изначально свободен Он не виноват, да? Во многих религиях человек априори Воспитывается на чувстве вины Грешен человек, да? И поэтому должен искупить свою вину В буддизме этого нету И мне кажется, вот одно даже вот это убеждение, да? Что человек способен к развитию И он изначально ни в чем не виноват, да? Он безгрешен Это дает очень мощный толчок Для свободы каждого человека Для внутренней свободы И внутреннее убеждение в том Что ты можешь идти в абсолютно другом направлении Да, неблаговидные поступки есть, да? Они порицаются Но не более, чем просто вот этот поступок Скажем, от незнания От недостаточной чистоты ума Но ты можешь это почистить Ты можешь саморазвиваться Вот в этой религии идет именно саморазвитие человека Культивирование духовного, личностного развития человека И там нету пределов И мне кажется, что вот это явилось Ну, по крайней мере, является одним из общих факторов, да? Вот в этих странах Которые являются очень мощным катализатором Для развития страны Вы затрагивали темы про сознание богатого и бедного человека, да? И правда есть люди, которые утверждают Что деньги — это камни преткновения Ну, то есть это ограда И они придерживаются мнения, что финансовая обеспеченность Не делает человека счастливым И, ну, такой вопрос Каким образом можно развить это качество в человеке Независимо от финансового состояния? Действительно, человека делает счастливым не деньги Деньги — это просто мерилы материи, которые мы используем сегодня, да? Человека делает счастливым его самооценка, да? Бывают очень состоятельные люди, но неуверенные в себе, да? Которые, вот я, как я сказала, выросли, скажем так, не в очень эмоциональных условиях, возможно, да? Или у них были какие-то детские психотравмы, да? Которые так или иначе очень чётко слили их самооценку вниз И вот таким людям, несмотря на то, что они достигают успеха в той или иной сфере Ощущение счастья это не даёт, да? Ощущение счастья человеку даёт именно ощущение любви и хорошая самооценка Кто считает, что в первую очередь нужно любить себя? Есть, да? Хорошо, хорошие ребята, да? В первую очередь нужно любить себя, да? А нас учили, сначала надо любить родину, потом маму и только потом себя, да? И вот такой вот подход, как оказалось, когда нужно любить себя Он позволяет человеку стать полным Человек вообще, в принципе, очень сильно нуждается в любви, да? Но эта любовь, она должна быть себя И когда человек полон любовью к себе, то он способен любить без требований других людей Своих близких, своих родных, да? И при этом он не будет требовать от них, чтобы они соответствовали Чтобы они благодарили, чтобы они давали И вот это ощущение, оно даёт ощущение счастья Многие люди сейчас вкладывают свои деньги в финансовые пирамиды Как вы думаете, что ими двигает и какие у них установки? Людьми, естественно, двигает потребность вот как-то заработать, да? Как-то заработать Действительно, на сегодняшний день нужно признавать, что финансовые пирамиды Это часть нашей реальности, да? Есть такие компании, и они имеют вкладчиков Но мы все понимаем, что если это финансовая пирамида, то рано или поздно она закрывается И на этапе закрытия, естественно, очень много людей, они как раз вот теряют свои средства Да, свои вложенные деньги И проблема оказалась глубже Они теряют не только деньги, они теряют отношения Потому что привлекая других людей в такие же финансовые пирамиды Они ставят под риск добрые отношения с этими людьми И, к сожалению, это у нас в последнее время очень сильно идет Но, видимо, у людей действительно очень серьезные установки Которые, как сказать, сподвигают их терять свои деньги И сподвигают их портить отношения С убеждениями своими надо работать Вот единственный вариант Вот я представитель советских времен Полностью советская И мне тоже кажется, что иногда мы жили лозунгами А на ваш взгляд, какие именно советские убеждения Мешают сейчас строить социально-экономическое, счастливое будущее? Действительно, мы воспитаны на духе коллективизма Но коллективизм, на самом деле, это же неплохо Но при этом просто нужно не терять свою индивидуальность К сожалению, в советской школе у нас Из тех показателей, из тех факторов, которые мы исследуем Воспитание, возможно, это даже не просто советское Но это просто дань традиции Детей воспитывали на чувстве вины Это первое Если человек воспитан на чувстве вины То он делает либо от страха, либо от желания быть любимым И, соответственно, это не его истинные желания Во-вторых, что было такого вот в убеждениях советских людей Ну, естественно, это отрицание материи Это отрицание денег, это отрицание капитала К сожалению, это на сегодняшний день Мы наблюдаем, что у очень многих людей Есть очень много именно установок, связанных с неприятием денег И поэтому люди не только Даже будучи очень профессиональными, будучи очень опытными Они не могут сделать очень эффективный, успешный бизнес Именно потому, что в подсознании у них сидит неприятие денег Выходы какие? Либо они сидят на кредитах То есть они зарабатывают деньги, но платят их в кредит Либо вариант, что вот они поднимаются, потом банкротятся Поднимаются, потом банкротятся То есть это как раз их убеждения мешают вести такой активный бизнес Не сказать, что это тоже советское наследие Но тем не менее, у очень многих наблюдается Достаточно холодные отношения в семье Культивирование любви в Советском Союзе не практиковалось Особо же не было Все были, ну, несколько спартанского типа воспитания Особенно дети-родители после военных лет Да, или военных лет, да Потому что люди, воспитанные на лишениях Они, тем более, когда государство, скажем так, особо не культивировало Такие вот эмоции Мы воспитаны в холодных отношениях Что дают вот эти холодные отношения? Это закрытые эмоции Это зажатие И как результат очень много болезней Вы говорили то, что окружающая действительность, она влияет на сознание А сознание влияет на окружающую действительность Это же очень сложный вопрос Ну, как бы спорный даже в какой-то мере Почему? Потому что окружающая действительность Она гораздо большее влияние имеет на сознание А что такое Ваша реальность? Ну, то, что ты видишь каждый день, я так полагаю То есть это Ваше окружение же, да? Ваши родители, да? Ваши, да, однокурсники Это Ваши преподаватели То есть это те люди, с которыми Вы каждый день сталкиваетесь Это Ваша реальность Так? И Вы на них оказываете влияние Если у Вас, допустим, обида на маму То, соответственно, Вы все время на все ее вопросы На все ее действия Будете смотреть с точки зрения своей обиды И что бы она ни делала, это будет все не так А если у Вас нету этой обиды То Вы будете все время благодарны маме Просто за то, что она Вас родила Тем более утром разбудила, да? Вот так же происходит Вот такой идет взаимный энергообмен Извините, но от этого же погода не станет теплее? Становится Практика показывает, что становится Если убеждения влияют на наше здоровье На наши отношения То, исходя из этого, можно ли сделать вывод, что самоубеждение Именно самоубеждение влияет на наше все На все наши факторы жизни Ну, естественно, это вот смотрите Концепция, которая исходит от самого человека Когда все, что происходит в реальности Это результат подсознательных желаний самого человека Оно влияет на все И при этом нельзя сказать, что вот на здоровье оно влияет по одному А на деньги по-другому Это все в совокупности Если человек становится более цельным У якутовшей есть понятие, да? Искут, да? Что у человека есть вот три составляющие, да? И они будут в гармонии У человека есть физическое тело, да? Он принимает материю, да? И он убирает те подсознательные установки Которые ограничивают, да? Которые мешают ему принимать материю Человек принимает отношения Он начинает любить себя, любить других, да? Это второе направление И третий человек понимает свое индивидуальное, свои желания, да? И, соответственно, вот эти все моменты Они делают человека более гармоничным Вы же знаете, кто такие везунчики? Бывают же такие люди, очень светлые, везучие С которыми хочется общаться С которыми хочется вести бизнес С которыми хочется быть вместе, да? Такие светлячки, лампочки, да? И каждый человек, в принципе, может быть таким И методики саморегуляции Они позволяют человеку, именно гармонизируя себя Становиться вот такими везунчиками, можно сказать Всем огромное спасибо за то, что очень заинтересованно слушали сегодняшнюю лекцию Я надеюсь на то, что вот ваши светлые головы Засеяла очень хорошая семечка Ребята, вы можете стать очень успешными Очень счастливыми людьми При условии, что вы будете заниматься собой, да? Потому что ваше образование Вот как бы там ни была профессия экономиста Она универсальная, да? Вы нигде не пропадете Вы найдете себе самых крутых бизнес-партнеров, да? Я надеюсь, что лет через десять мы будем видеть вас у руля Спасибо вам Спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!